У главы города 16 общественных помощников по вопросам ЖКХ. Активисты выявили управляющую компанию, которая взяла на обслуживание по конкурсу дома, жильцы которых сами ранее не могли определиться с формой управления. Взять взяла, а вот к работе не приступила. А впереди отопительный сезон. Люди не жалуются, что плохо они работают. Официальных не подают жалоб, чтобы можно было их там перерасчетки сделать. Люди у нас, к сожалению, вот инертные не сядут и сидят. Ну не работает, и мы платить не будем. Ну и это устраивает вот такие управляющие компании. Они потом через год приходят, поставляют через претензии, забирают деньги и говорят, а у нас жалоб не было. Вот суть заработка таких управляющих компаний, которых, как отметил Анатолий Пахомов, быть в Сочи не должно. Выйти на контакт с представителями управляющей компании у общественников не получилось, телефоны не отвечают. Глава города распорядился обратиться в прокуратуру, а населению помочь срочно выбрать достойное дом управления. Всего в Сочи 135 управляющих компаний, не выполняющих условия договора, лишат лицензии. В целом на общественных помощников глава города возлагает большие надежды. У меня и просьба, почему я хотел. Общественники должны по каждому дому пройти, добиться того, чтобы дом и общественные места должны быть в хорошем состоянии, в том числе и покрашены. И Алексей Борисович или Александр Сергеевич, они должны по каждому дому увидеть картину, что вот подъезды, вот в таком виде они дома. По оценке городских властей, Сочи сегодня готов к зиме на 60%. В Аднерском районе теплоузлы в многоквартирных домах подготовлены на 87%. Почти так же в Лазаревском немного отстают хосты и центры, у них 60 и 64% готовности. Отчитаться о подготовке главы районов должны 31 августа. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.